Торжественная часть мероприятия началась с музыкального подарка. Среди почетных гостей – герой Советского Союза генерал-лейтенант Владимир Неверов, герой России Геннадий Азарычу, председатель организации ветеранов боевых действий «Саланг» Виталий Ташпулатов и другие. Со словами приветствия ко всем присутствующим обратился заместитель главы администрации Матвеева Курганского района Денис Надолинский. Сегодня на нашем зональном совещании очень приятно видеть как действующих сотрудников пограничной службы, так и ветеранов и почетных гостей. Я считаю, что такие зональные совещания должны проводиться часто, зоны периодичностью, так как данное совещание не дает забыть тот опыт, который несут наши ветераны, которые могут передавать его действующим сотрудникам, чтобы действующие сотрудники чтили традиции, чтобы видели своих ветеранов, своих героев. И передавали все, как бы, здесь этот опыт уже и героизм, наверное, ветеранам, своим детям и нашим потомкам. Приветственные адреса главы администрации района получили председатель региональной и общественной организации ветеранов пограничной службы Ростовской области полковник Александр Полуян, главный редактор областной газеты «Чекисты Дона» подполковник Виктор Москаленко и ряд действующих командиров пограничной службы. Капитану, начальнику отделения отдела города Таганрога по программам управления ФСБ Ростовской области Орлову Павлу Алексеевичу. Майор, заместитель начальника КПП Матвеев Лурган по программам управления ФСБ Ростовской области Григорову Владимиру Павловичу. После торжественной части участники совещания обсудили насущные вопросы, обменялись опытом и наметили пути дальнейшей работы. Ветераны-пограничники всех поколений чтут историю и традиции на Донской земле. 19 памятных знаков открыто в Ростовской области, которые олицетворяют историю и традиции пограничной службы. Необходимо подчеркнуть, что ветеранское движение, независимо от родов и видов вооруженных сил, как ранее говорили, сотрудничает со всеми ветеранскими движениями, которые носят созидательный характер. Совещание прошло в рабочей и конструктивной обстановке.